Всем привет! Рынок материнских плат под сокет AM4 сейчас достаточно переполнен выбором. И среди большого количества материнок выбрать ту самую становится очень сложно, особенно если бюджет не резиновый. В этом видео я собрал лучшие материнские платы для сборки ПК на Ryzen 5 3600. Этот процессор сейчас один из самых отличных по соотношению цена-производительность для сборки игрового ПК. Но согласитесь, если выбрать материнскую плату под него за 10 тысяч рублей и выше, то Ryzen 5 3600 будет смотреться уже затычкой в материнской плате, которая ждет свой 12-ядерный Ryzen 9. Поэтому я разделил материнские платы на три категории. В первой категории будут платы, которые являются самым минимальным уровнем, в который можно вставить Ryzen 5 3600. Во второй категории материнские платы среднего ценового сегмента, которые я собственно и советую покупать. Ну а в третьей категории мы выберем самые топовые материнские платы для Ryzen 5 3600, у которых даже будет возможность апгрейда на более мощный процессор в будущем. В наше время выбор материнской платы это очень ответственный и важный пункт при сборке ПК. На полках магазинов представлено очень много материнских плат от разных производителей, одни из которых можно назвать удачными, а другие поругать за их минусы и не рекомендовать их к покупке. Выбирая материнскую плату под процессор Ryzen 5 3600, нужно четко знать, что этот процессор не сильно требовательный к питальнику материнской платы. Но выбирать очень дешевую материнку стоит только в случае сильно малого бюджета. А перед тем как перейти к выбору материнских плат, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для вас это секунда делов, а мне будет приятно. Ну что ж, давайте перейдем к первой категории самых бюджетных материнских плат, которые спокойно можно купить под Ryzen 5 3600. И первой материнской платой я выделил Asus Prime A320 MK. Это самая бюджетная материнская плата, основанная на A320 чипсете. Плюсом можно смело записать полную поддержку Ryzen 5 3600 из коробки и очень низкую цену. Купить эту плату сейчас можно за 3700 рублей и получить хорошую игровую сборку с Ryzen 5 3600. К минусам же можно отнести отсутствие радиаторов на цепях питания и всего лишь два слота для ОЗУ. Хотя за свои деньги это не сильно большие минусы. Да и если вы будете разгонять ОЗУ, то вам лучше ограничиться именно двумя планками. Вторая плата в бюджетном сегменте это Gigabyte B450M S2H. Стоит она ощутимо дороже, но и содержит в себе уже более мощный чипсет B450. На момент создания ролика она стоит 4600 рублей. Из плюсов можно назвать наличие радиатора на зоне VRM и достаточно сильный питальник, сделанный на качественных мосфетах он-семикондактор. Явный минус у платы всего один и это отсутствие четырех слотов ОЗУ. Обе эти материнские платы относятся к самому бюджетному сегменту и я бы рекомендовал их покупки только при очень малом бюджете. Предпочтительнее было бы выбрать материнскую плату Gigabyte B450M S2H, но для совсем бюджетной сборки на Ryzen 5 3600 можно обойтись и моделью на А320 чипсете. В следующую категорию я добавил материнские платы среднего уровня. Они стоят уже ощутимо дороже и соответственно требования к ним возрастают. На полках магазинов лежит очень много шлака в этом сегменте, которые даже не удосужились поставить радиатор на свои платы. Так что выбор здесь сделать было непросто. Первой платой я выбрал проверенную временем Gigabyte B450M DS3H. Купить ее сейчас можно за 5300 рублей. За эти деньги вы получите отличную материнскую плату для Ryzen 5 3600. На ее борту установлен такой же качественный питальник как и у ее бюджетной версии S2H, но радиатор выглядит немного серьезнее и в нее уже можно вставить 4 планки АЗУ. Также она содержит слот PCI-X4, который некоторым пользователям может пригодиться для установки второй видеокарты или например второго M.2 SSD. Явных минусов у этой платы я не вижу. Можно было бы сделать чуть более лучшую систему охлаждения VRM, но за эти деньги ожидать такого попросту глупо. Второй платой средней категории я поставил Gigabyte B450 Aorus M. Это уже серьезная геймерская материнская плата, которая способна справиться даже с более топовыми процессорами, чем Ryzen 5 3600. Цена на нее сейчас составляет 7000 рублей, что уже достаточно кусает карман. К плюсам этой материнской платы можно отнести очень сильный питальник процессора и достойное его охлаждение. Также можно похвалить внешний вид, ведь по сравнению с более дешевыми материнками, которые я показывал, она выглядит просто шикарно. К минусам я бы отнес отсутствие второго радиатора сверху от процессора. За такие деньги можно было бы его туда уже и поставить. Обе эти материнки я считаю идеальными для Ryzen 5 3600. Gigabyte B450 M DS3H спокойно справится с этим процессором и имеет на борту отличный функционал за свои деньги. Более дорогая же Gigabyte B450 Aorus M имеет уже неплохой запас на апгрейд в будущем. В нее без проблем можно вставить какой-то Ryzen 7 3700 и не бояться, что она расплавится. В следующей категории я покажу вам материнские платы, которые уже являются переплатой, о которой я говорил в начале ролика. Они просто с легкостью справятся с Ryzen 5 3600 и изначально были задуманы для более мощных процессоров. И первая такая плата Gigabyte B450 Aorus Elite. Эта материнская плата одна из лучших на B450 чипсете. Купить ее сейчас можно за 8000 рублей. На ее борту находятся уже два радиатора цепей питания и очень красивый радиатор на чипсете. Купив такую материнку вы сможете спокойно рассчитывать на апгрейд в будущем, а также забудете про температуру цепей питания, которые при должном обдуве в корпусе будут отлично охлаждаться. Следующая материнка очень спорный выбор именно для Ryzen 5 3600. Но многие любят один раз потратиться на материнскую плату, чтобы сразу взять лучшее и потом ее не менять. И я выбрал одну из отличных материнок по цене-качеству MSI MPG X570 Gaming Plus. Эта материнская плата на самом топовом X570 чипсете. На ее борту присутствуют два разъема M.2 для SSD. Купить ее сейчас можно за 13200 рублей. И получить за эти деньги как поддержку PCI Express 4.0, так и апгрейд в будущем вплоть до Ryzen 9 3950X. Но повторюсь, для Ryzen 5 3600 эта материнская плата явно избыточна. В общем и целом хочется подвести небольшой итог. Все материнские платы, которые я показывал в этом видео, спокойно справятся с Ryzen 5 3600. И какой-то разницы в производительности вряд ли вы найдете. Все материнки я выбирал из соотношения цены и качества. Если вы считаете какую-то другую материнскую плату более лучшей за такие же деньги, напишите свое мнение в комментариях. Ну а это был мой топ материнских плат для Ryzen 5 3600. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на канал. До скорых встреч!